Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником воскресного дня и также событиями, связанными с памятью о неделе о слепом. Мы с вами знаем, что православная церковь говорит с нами на символическом языке. И, соответственно, язык церкви, он покаянный, он христоцентрический, он экклезиологический, то есть пробуждающий человека к соборному мышлению, спасению души. И именно в неделю о Фоме мы освящали свой ум, в неделю Жон Мироносис укрепляли и очищали свои чувства, в неделю о расслабленном просили, чтобы Господь даровал нам твердую волю, в неделю о Самаряныне мы просили, чтобы Господь не только даровал нам веровать в Бога вместе с апостолом Фомой, но и рассуждать о том, как поклоняться в Духе и Истине, о том, как с рассуждением, подобно преподобному Иоанну Лесточнику, подыматься не к пасхальной уже радости, а к стяжанию Духа Святаго. И в неделю о слепом мы просили, чтобы и чувства, и волю Господь нашу укрепил, чтобы мы не были слепыми ни в делах милосердия, пятой заповеди блаженств, ни в делах умного делания, стремясь к чистоте сердца, вечному лицезрению Господа Иисуса Христа. Ибо следующее уже событие это вознесение, и без укрепления нас и очищения мы не сможем принять Господа Иисуса Христа во всей полноте, если не будем признавать Его Божьим Сыном, то есть Бога Человеком. И остается последняя неделя, неделя первая, в которой говорится о святых отцах Первого Вселенского Собора. Ибо Арий утверждал, что Сын Божий есть творение, а мы в духе и истине, веря в вознесшегося Господа по человеческому естеству, только тогда сможем получить день Пятидесятницы Духа Святаго, то есть личная Пятидесятница для каждого из нас. И вот Русь Святая, тему которую мы сегодня еще раз рассмотрим, это Русь Святая, начиная с 1547 по 1666 год, и даже повторимся, что тенденции, которые происходили в эти годы, они такие же были тенденции и при Петре Первом, и при Екатерине Второй, Елизавете, и Павле Первом, и Александре Первом, и Александре Втором, и Николая Первом, и Николая Втором. То есть тенденции после того, как самодержавие утверждилось на нашей земле, враг рода человеческого сначала внешне пытался уничтожить Русскую Православную Церковь. И когда понял, что в 1612 году проиграл, он начал внутренне разлагать церковно-государственные отношения. И тему мы еще раз повторим и обозначим настолько она широко, что рассмотрев только миссионерское служение в течение 17-18 века, например, мы опять вернемся к этой же теме и подведем итог. Итак, повторим тему «Миссия на Руси, 1547-1666 год. Симфония Царства и Церкви». Это миссия стояния. То есть миссия не тогда, когда правонапостный князь Владимир, как семя, проросло в нас. Владимир Мономах получил обетование о царском самодержавии. Андрей Боголюбский был ритуально убит. Ярослав Мудрый изучает и побуждает народ изучать церковно-государственные отношения, воспринимает византийскую традицию. Впоследствии это дело продолжил преподобный Сергий Радонежский, митрополит Алексий. Уже в 15-16 веке были все предрасположенности о том, что народ наш способен стать народом-богоносцем, способен воспринять веру православную и подобно новому Израилю, начиная с 1547 года, быть носителем бремени. Иго бы мое бремя, и бремя мое легко есть. И вот сегодняшняя тема, мы еще раз ее повторим, вот это тема миссия патриархов. И отчасти сразу скажем и тенденциях, которые происходили уже в 18-19 веке, вплоть до 1917 года. Мы отчасти будем рассматривать на следующих занятиях уже миссию на личностях, на епископах. Святитель Николай Японский, преподобный Макарий Глухарев, святитель Иннокентий Вениаминов. То есть миссия церквей подразумевается под монастырями. Она закончилась. Такое соборное мышление, мы знаем, было разрушено. И вот сегодня мы как раз и увидим, как через патриархов, как враг рода человеческого пытался исказить миссионерскую деятельность церкви, разрушая церковно-государственные отношения. Ну, еще раз по порядку. Итак, на первом слайде мы видим, что Русь созрела. Она восприняла царское служение через митрополита Макария и первого царя Иоанна Грозного. И, соответственно, Москва, Третий Рим, это не идея, которая пришла одному только монаху Филофею. Это идея, которая была внушена еще при пророке Данииле. Истукан с золотой головой, серебряной, впоследствии медным тазом, железные глиняные ноги. И вот Римская империя, железные глиняные ноги, они будут до Второго пришествия. И Первый Рим был сражен. Да, были катакомбы, было благодатное учение, но постепенно враг рода человеческого через нехристий привел к падению Первого Рима. Второй Рим, это была Византия. С 313 года, Миланский Эдик, восприятие не на одной лишь национальности, латинин или римлян, но все нации символично объединялись и становились христианами. То есть, византийцы, это не была определенная нация, хотя было большинство греков, но воспринимали все веру православную. И она просуществовала до падения 1454 года. Но Русь святая восприняла уже с 988 года. И были уже первые митрополиты, Иларион. Были тенденции, как Владимир Мономах получает, вместе с царевной Визушавку Мономаха. Тогда уже были римокатолики. И наша Русь святая расцвела к 1547 году. Уже Василий III имел все регалии монархического управления. Враг после 1612 года, как раз мы сегодня и поговорим, он принимает попытку стравить церковные власти с государственными, чтобы идея Москва-Третий Рим была уничтожена, чтобы концепция симфонии отеческой, синовной, где отец это патриарх, сын это епископы, то есть царь, то есть царь как епископ внешней церкви, патриарх как епископ внутренней церкви. Вот эти отцовско-сыновские или семейные отношения были разрушены. И соответственно мы сегодня это увидим. То есть мы с вами рассматриваем уже период с 1547 по 1666 год и даже до 1917 года, как период закабаления, когда враг рода человеческого всячески пытался давить на патриархов и царей, а впоследствии императоров с Петром Первым, всячески натравливал на церковь, принижал и даже уничтожал церковь, сам институт патриаршества. Напомню, что русские цари короновались, как правило, в Успенском соборе Московского Кремля. Коронационный обряд продолжался три дня и состоял из венчания. Мы знаем, что венчается мужчина с женщиной, то есть жених и невеста, как символ венчания Христа и церкви. Поэтому момент коронации, это момент такого тонкого, духовного единения мужа и жены. И соответственно, русские народные сказки так и начинались в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. И вот все регалии царя, на венчания, они похожи именно на венчание жениха и невесты, где царь, это символ Христа, готов идти на смерть, а невеста, его государство, она готова послужить, подобно апостолам, которые получили дух и святаго. И также, если государь, это первенство смерти, это символ отца, то церковь, это символ невесты, готовая послужить за царя. Поэтому был тезис такой, за веру царя и Отечество. И соответственно, коронация, мы видим уже двуглавый орел, при едином царстве, тридевятое царство, тридесятое государство, но это единое, нераздельное. Были барм, как символ солнца, вот, это, в Рождество Твоего, сия, мира весь свет разуму, в небо звездам, служащий звездо, учахуся, тебе кланяйтеся, солнцу правды, и тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе. Вот, шапка Мономаха, как апостол Павел говорит, облечитесь в шлем спасения, также цепь Мономаха, это символ власти материальной, подобно тому, как Иосиф получил от фараона цепь на шею, перстень, как символ жизни и смерти, вот, и это, также, есть некие символы древней, не только византийской, но и всей древней восточной церкви, даже ветхозаветной. Вот эти регалии, по сути, символ креста, это жезл, держава, самодержавие, то есть способность управлять, ту способность, которую Адаму и Еве, Господь дал название животных, в глубоком сне, через, как символ воскресения, и проповеди о единении со Христом, то есть это символы свободного управления своим умом, своими чувствами и своей волей. По сути, эти главные три символа, конечно, есть и четвертый, как символ солнца, вот, шапка Мономаха, также символ царского головного убора, вот, это символ царского ума. И мы рассмотрим еще раз по патриархам, вот, но не будем забывать и о царях, которые в тот момент существовали. Патриарх Иов, московский, всея Руси, его годы правления, 1530-1607 год. Рассмотрим детство, то есть мы не будем рассматривать подробно. Наша задача показать, насколько патриаршество имело силу, имело тот потенциальный дух, который восприняли от Византии, и насколько важно патриаршее служение в благочестии. Чтобы быть благополучным на этой земле, чтобы стяжать благодать во всей полноте, Господь определил определенную форму церковно-государственных отношений, симфонию. И на примере патриархов, в частности, Иова, священномученика Ермогена, мы увидим примеры истинных стояний в вере, когда миссионерская деятельность широко развивается, когда она может защищать, то есть церковь, как защитница народа, готовая первая идти на смерть. Церковь, напомню, это иммунитет организма, и кто как не первый иммунитет погибает в случае ранения, начинает ранка гноиться, это погибают первые клетки. Так должна церковь погибать, защищая церковно-государственные отношения. Ну, конечно, в первую очередь Христа, но это, естественно, продолжение церковно-государственных отношений. Итак, рассмотрим на примере симфонии церкви государства в период правления патриарха Иова, первого патриарха. Он родился в 1530-м и представился в 1607 году. Рассмотрим интернизацию, подобно тому, как мозаику выстраивают главные мазки, наша задача, ни красоту, ни огромное количество информации. Наша задача мозаически или иконописно отобразить концептуальные мысли, стояние в симфонии веры православной и государственного управления. Патриарх Иов, его обличение Ложедмитрия, изложение патриарха Иова по Ложедмитриям и благословение на патриаршество Нермогена и кончина Иова. Итак, задача на простой наглядной форме изложить житие Иова и его подвижническую жизнь и показать значимость патриаршего служения в деле миссионерского служения всей православной церкви. Патриарх Иов родился приблизительно в XVI веке в семье посадских людей в Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Успенском монастыре. Его благочестивый отец отдал. Это говорит о том благочестии, которое царило в семье. И мы уже знаем, что семья – это здоровая ячейка государства, не только церкви, но и государства. И государство – это не общество эгоистов, а это общество благочестивых семей. Он принимает монашество в обители. И в 1569 году посетил эту обитель царь Иоанн Грозный. Мы помним, сколько трудов понадобилось царю Иоанну Грозному, чтобы устоять в борьбе с врагами, нехостями, которые пытались всячески перехватить управление. И вот Иоанн Грозный увидел в Иове особое благорасположение, что он способен понести это иго. И в 1581 году архимандрит Иов был рукоположен санепископом Коломенского. В 1586 году стал архиепископом Ростова-Великого и в 1587 году митрополитом московским. То есть его возвышение было следствием его правильного, концептуального, так можно по-современному сказать, мышления симфонии церкви государства. Он заботился так же, как Иоанн Грозный. Он думал так же, как Иоанн Грозный. А лучше сказать, он Иоанн Грозный и будущий патриарх Иов, они думали так, как думает церковь. Они почувствовали ту симфонию, которая должна быть и которая способствовать может возрождению нашей России и быть народом богоносцем. 26 января состоялось торжественное поставление митрополита Иов патриарха Московской всей Руси. Это было дело великого служения. Это не просто сидеть на престоле, стоять на орлицах. Это служение смерти. Патриарх Иов и царь Иоанн Грозный, у которого отравили четыре жены, отравили его самого, убили царевича Димитрия, отравили его сыновей. И, несмотря на это, он сохранил то благорасположение, царское достоинство, которое было, должно было быть в бизантийских императорах, которое было у Господа. То есть, царь Иоанн Грозный старался подражать Господу в незлобе, простим Господи, ибо не ведают, что творят. Страшную клевету враги после смерти Иоанна Грозного его считали милостивым. Мы уже говорили по этому поводу, что это был месточтимый святой. В Кафедральном соборе Успенского Кремля он на фресках изображен святым. Царь Николай II, великомученик, его готовил к канонизации подобно преподобному Серафиму Саровскому, но не успел. Его ритуально убили великомученика царя Николая. Вот патриарх Ио ежедневно совершал, показывая своим личным примером, своим достоинством Божественной Литургию ежедневно, читал наизусть Евангелие Псалтирь и Апостола. То есть говорится, что это был очень способный, талантливый русский человек, способный понести, быть носителем бремени. Иго бы мое благо, и бремя мое легко есть. И поэтому патриарх Ио, понимая, что церковное и государственное управление нехристи будут стараться перехватить и с этого целью они, Папа Римский, и благословил лжедмитрия, так называемого Отрепьева, Григорий Отрепьев, обманщик и самозванец. Было четыре лжедмитрия, и всех Папа Римский благословлял. И чем больше анархии, тем ему важнее было и лучше проповедовать римно-католическое ложное учение. Со смерти царя Федора Ивановича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Юриковичей. Начался период государственных нестроений. И патриарх Ио в это смутное время берет на себя ношу, можно даже сказать, не только патриаршую, но отчасти и государственную. Патриархиев отказался присягнуть у Лжедмитрия и был не зложен. Слуги Лжедмитрия ворвались в Успенский собор, такую небольшую историческую ремарку, дополнение, обзор, чтобы убить патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Матери Божьей. Почему именно Владимирской? Ведь Андрей Боголюбский его тоже ритуально убили. Он уже тоже думал о Святой Руси, пусть даже не в таких терминах, как я сейчас сказал, но о возрождении той Византии, которую уже тогда грабили Рима католики. Святитель, он понимал, какое дело сделал Святослав, какое дело сделал равнопостный князь Владимир, Владимир Мономах, Ярослав Мудрый. Святитель молился в это время перед Владимирской, сторонникой самозванца, сорвались патриарха архиерийское облачение и не дали окончить литургию. Он претерпел множество поношений, был сослан в Старицкий Успенский монастырь. Какая ненависть врага рода человеческого, подобно того, как Христа дьявол распял руками Понтия Пилата по наущению Хорисеев Саддукиев, то же самое распинают и царя, и патриарха эти нехристи, потомки тех нехристей, которые распинали Христа. Мы помним Иосифа Володского, Геннадия Новгородского, которые сражались с ересью жидовствующих. И вот они после смерти царя Иоанна Грозного вновь их потомки никуда не умирают. Этот дух сатанинский, он из поколения в поколение имеет своих посредников, иуд, предателей и внешних врагов. И соответственно патриарх Иов понимает, что церкви предстоят сложные времена, он благословляет будущего патриарха священномучника Ермогена, тогда он был архимандритом. Это именно тот будущий патриарх или архимандрит, который будет нести икону, найденную девочкой Матроной, казанская икона Матери Божьей. Кончина патриарха Иова, немножко вернемся назад. Через два года 19 июня 1607 года патриарх Иов скончался, был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 году мощи были перенесены в Успенский собор и прославлен он был в 1989 году. Святой Иов, патриарх Московской Сеаруси, мы просим его, моли Бога о нас, он во святых, он защищал симфонию церкви государства. Как и царь Иоанн Грозный был первым царем, понимающим во всей полноте значимость симфонии церкви государства, так и Иов во всей полноте был сторонником царя. В январе 1605 года он предал анафеме лжедмитрия, вот этих врагов, нехристей, в католическом облачении, как изменников. Хотя архиву претерпел поношение, ему бросали, как издеваясь над ним сноп сена и как лошадь кормили сноп сена и воду. Он с голоду умер. Патриархиум Московский Всероссий, мы видим его шапку, да, то есть его головной убор патриаршей. Следующий был патриарх Гермоген, Гермоген, 1606-1612 год. Такую же ношу понес и Гермоген. Он знал, на что он идет. Он по сути шел на смерть, но он согласился воспринять эту ношу и благочесть, благочестиво понести ее даже до смерти, как и Ио, продолжая его дело. То есть второй патриарх святой родился так же, как и Ио, приблизительно 1530 год в семье донских казаков. Вот это мужество казаков передалось и ему. В миру он был Гермолаем. Годы юношеского возраста совпали с венчанием на царство Иоанна Грозного. И соответственно этот человек впоследствии патриарха он так же знал и понимал ответственность, которую возложили на его плечи царь и народ. Будучи еще пресвитером, был святелем, как мы и говорили, чудом явления казанской иконы Матери Божьей. И церковь города Казани сейчас именно такого изображения, где он служил. Подвязался в чудовом монастыре в 1579 году иношеский пост их принял именем Ермогена. Архимандрит Казанский Спасопреображенского монастыря был с 1587 года и впоследствии епископом Казанским и Астраханским с 1589 года именно здесь он узнал о патриаршестве. В 1606 году он стал после смерти Иова патриархом Сеяруси. Патриарх Ермоген продолжил дело Иова и призывал народ подняться на защиту веры. Да, Иов умер. Он как многострадальный вытерпел все. Ермоген взял эту ношу время против иноземных захватчиков. Он убеждал, что Лже Дмитрий самозванец. Этого не смогли потерпеть. Поляки всячески пытались, чтобы он подписал грамоту обмануть народ. Но в 1611 году литовские люди, как и патриарха Иова заключили в темницу и 17 февраля 1112 года тоже скончался как Иов от жажды и голода. В начале 1611 года Ермогена посадили под арест. Однако во всех русских городах поднялось на борьбу с врагами и считали, что это уже злокозни. И 17 февраля святитель умер голодной смертью. В 1913 году русская православная церковь прославила патриарха Ермогена в лике святых. Следующее вот мы видим на экране письма патриарха такие условные конечно здесь призывающего народ к пробуждению. Следующий был патриарх Филарет. Он был ближайшим советником и фактически соправителем царя. Вот здесь особенно ярко Господь показал после двух мучеников патриархов какие должны быть отношения между церковью и государством. Отношения между отцом и сыном. Вот она идеальная картина. Причем Филарет он будучи отцом он побывал в плену. Он познал что такое римо-католическое управление. Всей своей жизнью находясь в плену он понял насколько страшное влияние врага рода человеческого и как нужно избегать. и он во всем советовал своему сыну. Вот они отцовско-сыновские отношения в книге притчей. Вот она концепция правильного устроения церкви и государства как хорошей семье отца и послушного сына. Но это не значит что полное подчинение государства симфония синергия грамота иерусалимского патриарха Феофана об утверждении на московском патриаршестве Филарета Никитича. Вот она сохранилась эта грамота с печатью. В период смутного времени такую табличку посмотрим. Вот Борис Годунов 1598 1605 потом был Федор Борисович 1605 потом пошли Лжедмитрии вот их было напомню вот он первый 1605 1606 второй Лжедмитрий 1608 1610 и все это враги понимая что церковь стоит в истине но в этот момент надо народ обмануть и посмотрим что уже как Василий третий как и Иоанн Грозный как и Борис Годунов уже имеют полные регалии вот и барма то есть символ солнца и крест как символ власти духовной и шапка Мономаха и держава и скипетр это все символы нашего ума нашего чувства нашей воли в гармонии управляющим церковью государством Михаил Федорович Романов был выбран в 1612 году была повторена клятва русского народа и верности симфонии церкви государства конечно можно сказать что клятва была дома Романова потому что все равно личности присягают но сама идея это клятва не просто Романовым потому что враг рода человеческого может новых лжедмитриев а именно идеальная система управления когда и государь и царь то есть и церковь вот симфония церкви государства они едины как у орла два крыла одновременно взмахивают так должно быть одна мысль одна кровь одно понимание девяти десяти заповедей двенадцати положений символа веры и соответственно царь он как муж первенства смерти патриарх он как жена ну так символично церковь невесты Христова она идет но когда враг рода человеческого пытается совратить то есть устроение церковно государственное то соответственно патриарх идет на смерть как и царь за народ посмотрим уже Дмитрий первый вот мы перед этим смотрели картиночку троицы Сергея Лавры она как раз полтора года защищалась от литого поляков и нашествия их более трех тысяч человек погибло в стенах Святой Тартуевской Сергея Лавры погибали дети матеря выступая против рима католиков поэтому современные тенденции они очень страшны и Лавра помнит это насилие литого поляков этих нехристей которые пытались по папиному католическому благословению насилием огнем и мечом подобно мусульманам распространить рима католические тенденции которые на нашем государстве остановил Александр Невский мы помним он на ледовом поболище наказал их не в силе бог а в правде вот то же самое и Лавра ни одна женщина у которой был ребенок на руках младенец умирали от сынги умирали от голода ни одна и них не кричала откройте дверь и впустите литого поляков мы уже полтора года здесь вымираем давайте предадим нашу веру православную нет сотни тысячи погибали и женщин и мужчин и монахи все сражались защищая Русь святую веру православную и поэтому когда нам сейчас говорят что мы объединяемся и хуминистически лобызаемся это все толерантность либерализм не приведут к хорошему они приведут к разложению и семейной и общественной церковной государственной жизни это все прекрасно понимали и выступали против этих лужедмитриев смотрите какие они растриги ни бороды ни усов конечно это не главное главное вы скажете сердце но даже по внешнему виду понятно что это не русский человек не самодержавного духа ну а этот это уже изображен уже дмитрий второй еще один смутное время фотография разбойника рисунок разбойника а разве это русская женщина Мария Мнишик католичка причем русские люди только тогда поняли когда она крестилась не так и не так традиции соблюдались православные вот патриарх Василий Шуйский еще один Сигизмунд третий благословленный папа римским вот в этих фарточках все мы помним эти изображения дартаньян и три мушкетера это все даже на изображениях дошедших до наших времен мы видим что нет здесь русского духа нет здесь православия здесь выхолощено римно-католическое учение а этот королевич Владислав это же не наше изображение это их изображение они сами себя изображали волосы как у женщины усики все это может вы скажете что такие фотографии делали рисунки делали нет это они сами Дмитрий Пожарский Козьма Минин вот мужи православные которые поднялись преподобный Сергий Радонежский явился сказал что нужно освобождать Москву и обычные бояре дворяне понимали что нужно действительно подниматься и Русь святая именно благословленная преподобным Сергий который скончался в 1382 году то есть это 1612 год а это 1382 то есть прошло уже несколько столетий и преподобный Сергий игумен вся Россия чудотворец заботится о симфонии церкви государства является патриарх Филарет оказывается в плену враг рода человеческого пытается закабалить государство убить они боятся они хотят управлять сделать наших государей марионетками наших патриархов сделать марионетками то есть чтобы было не лже не симфония а синархия лже симфония марионеточного царя и марионеточного патриарха который кукловоды папа римский будет управлять народом а народа невежда они говорили через не могли уничтожить у народа память лучшей формы церковно-государственных отношений при Иоанне Грозном его так и называли милостивый царь милостивый был до Петра первого а потом когда масоны проникли в государство мы уже с вами говорили Ломоносова приговорили к смертной казни вот они стали просвещать народ только в кавычках люциферианским светом искаженной истории в 1619 году принимает монашество Филарет новый патриарх будущий это Иосаф первый после Филарета был Иосаф первый в 1621 году стал архимандритом Псково-Печерского монастыря и 1 января 1627 года посвящен сан Псковского архиепископа а в 1634 году стал московским патриархом Иосиф первый то есть мы видим благочестивые патриархи Ио Гермоген мученики потом Филарет теперь Иосаф первый строгость патриарха отличала его уже в первый месяц ему пришлось употребить одну из строгих мер против Суздальского архиепископа Иосифа Курцевича который приобрел свою епархию недобрую славу то есть враг рода человеческого пытался действовать через священоначалие и снялся Иосиф Освитийский сан переодел в черное платье и отправил на Соловки то есть патриарх понимал что внутреннее разложение церкви от рима католиков жидовствующих продолжается и он сразу чистил церковь написал труд память когда патриарху стало известно о том что плохо ведется служба он тщательно расписал порядок богослужения и велел разослать по всем церквам все старости смотрите не просто священники а старосты это значит что это значит народ управлял народ подсказывал священнику как правильно совершать богослужения если даже священник заблуждался народ поддержит кто такие священники священники это камни а народ это река и если река чисто быстро бежит то и камни передвигаются вот своего рода такой образ может не совсем полноценный но как символ что народ не должен быть заболоченным а камни не должны мешать движению реки а способствовать далее он пишет труд лестница властем то есть он заботится не только о церковном устроении и народа чтобы был с царем в голове и с благочестием но заботится и о царской власти чтобы она была достойной а не было лжедмитриев этих четырех чтобы прекратить разноречивые толки в 1637 году напечатал лестницу властем патриарх четко указывал каждому иерею настоятелю место относительно важности епархии монастырей и также почитание царской власти издательские труды были великим то есть Иосиф первый как и патриарх Иов Ермоген понимал что просвещение народа очень важно просвещение ни в коем случае нельзя отдавать врагам ибо хочешь завладеть народом завладей воспитанием детей вот как раз сейчас нашим воспитанием детей занимаются все подряд кроме русской православной церкви конечно есть воскресные школы но это мизер по сравнению с тем бесплатным образованием которое дается другим национальностям другим религиям в отличие от православных детей где это не поддерживается государством и наоборот часто что и государство в лице чиновников городских никак не хотят поддерживать народ департамент образования другие он занялся Иосиф первый за 6 лет правления было выпущено 23 книги 7 были напечатаны впервые мы знаем что уже печатаны издания итоги правления было основано 3 монастыря восстановлено 5 прежних то есть после 1612 года вот эти смутные времена был основан Аранский Богородицкий монастырь Нижегородской губернии смерть патриарха оставил после себя доброго кропкого стал память доброго кропкого пастыря и скончался в 1640 году погребен также в Успенском соборе патриарх Иосиф первый вот его изображение следующее Иосиф был был с 1642 года он также занимался издательской деятельности с 1652 года вот служил в церкви пророка Ильи вот Иосифа служебник даже сохранился по сей день были составлены соборные уложения при царе Алексея Михайловича мы видим собор изображение царя Алексея Михайловича и патриарха Иосифа следующий был патриарх Никон именно при нем произошло разделение церкви и государства папа римский благословляет шпионов по другому не назовешь и кружок боголюбский кружок в который входили патриарх Никон и правление его 1652 1667 год и протопоп Авакум они смогли убедить и Алексея Михайловича враги реформировать церковь реформировать церковно-государственные отношения я так в общем говорю концептуально такими мазками и эти реформы незаметно организованные рима католиками были пагубными для церкви возникли противоречия между церковью и государством в лице Алексея Михайловича и патриарха Никона реформы не привели к успеху патриарх Никон и протопоп Авакум поссорились и симфония церкви и государства казалось бы боголюбский кружок распался немножко опыты Архи Никони он родился в мае 1605 года в крестьянской семье Нижегородской губернии было трудное детство в 12 лет покинул дом поступил в Желтоводский монастырь то есть он монашеского уклада в 20 лет он переехал в Москву в 10 лет продолжалась его супружеская жизнь 10 лет продолжалась но трое детей умерли и патриарх Никон увидел в этом промысел Божий они договариваются с супругой уходят она в монастырь Ион и в 30 лет он принял монашество с именем Никон в 1649 году стал митрополитом новгородским в 1652 был избран патриархом в 1652 год при его активном содействии то есть прошло 100 лет приблизительно после царя Иоанна Грозного и в 1654 году он активно участвовал в воссоединении Украины с Россией а также и с Белоруссией ревность патриарха была важна потому что нужно было объединить Русь православную и против врагов мусульман и против католиков но не смогли увидеть происки католической церкви в этом была ошибка Алексея Михайлович и патриарха Никона и в 1666 году решением собора когда возник конфликт между церковью и государством это был искусственный конфликт инициированный врагами конечно мы можем углубляться в историю но курс миссиологии миссионерской деятельности не предполагает мы лишь только мазками некими мозаичным мышлением смотрим на церковно-государственные отношения и лучшие формы управления миссионерской деятельностью когда и церковь государства они синергийно взаимосвязаны и вот эту синергию враг смог разрушить это нам урок как действует враг через церковь через государство в заточении патриарх пробыл 15 лет перед смертью Алексей Михайлович буквально отстранил Никона причем организовал хитро это в помощи патриархов но был патриарх прощен и похоронен именно как патриарх новый царь Федор Алексеевич освободил Никона из заточения но подобно тому как Ева согрешила принесла покаяние но было уже поздно и грех был уже проник и реформы уже принесли свой отрицательный смысл в дело церковно-государственных отношений то есть чревоточинка трещина стала увеличиваться и через эту трещину проникали ереси появились старообрядцы стоящие в истине вот их стали физически уничтожать Алексей Михайлович начал эту трещину а Петр Первый продолжил его дело и при Петре Первом уже Петр Первый смог сломить церковь и даже убрать патриаршество а трещина началась именно вот с такого противоречия между Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном а еще раз напомню это была заложна спецдиверсия благословленная Папой Римским вот она Русь святая златоглавая конечно красивая картинка но действительно так и было все западные приезжающие сюда люди они удивлялись колокольному звону тому благочестию в котором пребывала Русь в Руси нравственная высота учителей церкви таким образом общерелигиозность общества приводили к особому виду управления государством симфонии властей воспринятой от Византии на Руси этот идеал согласия духовной и гражданской государственной власти нашел благодатную почву и народ стал богоносцем церковь несла сугубо духовную миссию но одновременно и выполняла геополитическую вразумление окормления князей забота о народе вот епископ внешний епископ внутренней церкви вот они два крыла две головы у орла единая корона и символ еще раз напомню царской власти царского ума царских чувств со крестом державным и царской воли как креста то есть ум чувство и воля вот они должны быть едины чтобы народ жил в благочестии а значит и в благополучии поэтому с первых веков и особенно вот 16 век мы видим что Русь восприняла с первых веков 9 века восприняла бизантийские традиции восполнила творчески свободно понесла эту ношу народа богоносца православная семья стала становиться основой развития церковно-государственных отношений где отношения между государем и церковью были отношениями отца и сына или мужа и жены муж символ царя жена символ патриарха христианская миссия на Руси во второй половине 1547 1666 год это период расцвета защиты это был периодом церковно-царско-церковной симфонии православной веры самодержавный царь был епископом внешней церкви патриархи были епископами внутренней церкви создавались лучшие условия для миссионерской деятельности монастыри продолжали быть как с первых веков Руси местом подготовки миссионеров апологетов центрами культурного просвещения народов пример этому Иосиф Володский и святитель Геннадий Новгородский а также митрополит Макарий а также другие патриархи как Иов патриарх Ермоген Илорет Иосиф Первый все они были блюстителями народа они были иммунитетом живым иммунитетом способным умереть первыми за Русь Святую все это было при поддержке народа устрояемого жизнью по домострою написанным протокопом сервестром при царе Иоанне Грозном на Руси православная вера стала окончательно на государственном уровне и поддержке народа главным в управлении церковно-государственными отношениями христианское богослужение стало формировать возрождать христианскую культуру вот оно просвещение было по псалтире часослову это не значит что только псалтире часослово изучали просто это концептуальное положение понимание тебя Бога природы ближних вот было главное и поэтому христианская культура архитектура она вся строилась именно по благолепное было по этой симфонии христианское богослужение стало формировать возрождать христианскую культуру архитектуру с своим особенностями и благолепием будущая Русь святая во всей полноте восприняла веру православную способность управлять по принципу симфонии властей эту ношу богоизбранного народа русский народ смог понести омывая своей кровью все ошибки да были ошибки но мы свою кровью слезами кровью и потом монашеского делания мучениками благоверными князьями и царями мы понесли эту ношу православная вера и нравственность стали народа культура государственно образующей религией и соответственно христианская миссия раскрывала народам святой Руси истоки зла способа приложения зла в добро а соответственно положила начало объединение княжества в единое православное царство и удержание этого царства в благочестии а значит сохранение и благополучие и санец соответственно создавала лучшее управление и у которых миссионерская катехизическая деятельность способствовала сохранению оздоровлению сохранению национальной безопасности и целого даже мира поэтому при уже Петре Первом сразу скажу эта система была нарушена Петр Первый считают некоторые что он был подменен другие считают что он и был этим Петром но в любом случае концептуальное управление вместо царского стало императорским а я вам напомню по истории мировых религий мы сами говорили что царство передавалось по роду а император это был лучший полководец и вот Петр Первый в кавычках как в кавычках лучший полководец он переориентировал Святую Русь на западную модель мышления где император снес буквально епископов своих должностей там половина епископов насильственно было снято а половина под гнетом подписали что патриаршество нам не нужно и вот эти 200 лет Петровских реформ продолжила Елизавета Екатерина Вторая Павла Первого масона убили Александр Первый ушел стал старцем Николай Первый Александр Второй это все были развить при них была масонская система управления расцветала декабрьское восстание в котором участвовали лучшие элиты офицеры Александр Третий лишь только навел более-менее порядок но при Николае Втором предали смерти ритуальному убийству Николая Второго поэтому он великомучник монах Авель за 100 лет написали икону с клеммами с этими буденовками уже тогда была с клеммами написана икона великомученика царя Николая в 1917 году вот эта заноза 200 летнего синодального периода нехристей которые проникли и в государство оберпрокурор иногда был вообще неверующим или масоном лишь только победоносцев Столыпин при благочестивых царях оберпрокуроры они более-менее сдерживали вот это разложение внутреннее разложение церковно-государственных отношений и мы видим что это все равно система эта прогнившая она не способствовала настоящей миссионерской катетической деятельности и 1917 год эти реформы Петровские все-таки смогли разрушить то что было заложено всей Святой Руси начиная с 988 года расцвет был при царе Ане Грозном и потом уже реформы врагов привели к падению с приходом Петра Первого то есть синодальный период это был период несвойственный Руси Святой это был период с подбитым крылом то есть представьте себе если православное одно крыло у орла будет подбито будет ли он летать он рано или поздно будет захвачен земными хищниками а на данный момент это были нехристи распявшие Христа во время его жизни парисеи саддуки и законники никуда не делись они организовывали свой хазарский каганат разрушенный Святославом потом в Испании потом в других проникали под ересью жидовствующий с Хария святитель Геннадий Новгородский с ними сражался он смог узреть куда они проникают как они в церковь проникают как государство Геннадий Новгородский и Осип Волочки против внутреннего разложения церкви а против государственного предательства митрополит Макарий и Иоанн Грозный выступили вот и соответственно иго врагов нехристий пришло с 1917 года мы потеряли более 100 миллионов людей вот мы с вами знаем такое митрополита Иоанна Снычева которого отравили его труд самодержавия духа как раз и говорит что нужно историю восполнять потому что историю писали враги нехристий мы уже в прошлый раз говорили ломоносовок смертной казни приговорили поэтому против симфонии церкви государства это концептуального правильного мышления которое Господь установил на земле по принципу царя Давида и мы раскрыли его в лице Иоанна Грозного не должны от этого отходить а всячески поддерживать и понимать и только самородки такие духовные личности как Макарик Глухарев мы уже рассмотрим несколько на следующем занятии другие тоже митрополит Иннокентий Вениаминов святитель далее святитель Николай Японский другие тоже подвижники они не благодаря синодальному периоду а вопреки всем тенденциям ухищрениям как они переживали за Русь проповедуя разным народом объединяя их они не благодаря синодальному устроению а вопреки продолжали проповедовать веру православную огромную роль в возрождении симфонии церкви государства играли оптинские глинские и другие старцы поиси величковские в возрождении умного делания поэтому церковь православная несмотря на ее закабаление душа по природе христианка она стремилась к этой симфонии церкви государства а враг рода человеческого всегда нам предлагает лош обман поэтому дорогие братья сестры чтобы заниматься миссионерской деятельностью надо быть царем в голове то есть нужно понимать какая лучшая форма церковно-государственных отношений при которой миссионерская деятельность она будет развиваться иначе миссионер будет биться как рыба о лед не понимая почему же не получается у него а потому что вся система лжепраздников государственных вся система церковного управления если она не направлена на возрождение тысячелетнего опыта начиная с князя Владимира и заканчивая Николаем вторым великомучником если мы не понимаем этой исторической канвы вот то есть если мы садимся за руль машины и не знаем где находится двигатель и как нужно тормозить и где нужно нажимать на газ и где на сцепление то мы далеко не уедем мы будем дергаться в лучшем случае хорошо бы чтобы не завелась а если даже машина заведется но случайно мы ее завели то потом уже вместо газа будем нажать на тормоз вместо тормоза на газ конечно авария 1917 года еще в худшем варианте может повториться поэтому дорогие братья и сестры мы еще вернемся к этой теме следующее занятие и уже будем рассматривать синодальный период что несмотря на лже симфонию только вот этого уже уничтожения патриаршества мы все равно как русские люди должны действовать если апостолы действовали в те тяжелые времена и смогли преобразить весь мир за 300 столетий то тем более и Русь святая несмотря на то что церковь сейчас по конституции отделена от государства мы как и апостолы призваны действовать древние времена носить в семью свою лепту чтобы семья как здоровая ячейка маленькая ячейка вторая ячейка третья четвертая пятая и постепенно болото вот этого синодального советского коммунистического фашистского социалистического устроения идеологем который нам навязали нехристи чтобы обмануть у нас должна быть одна идея не коммунистическая фашистская социалистическая какая-нибудь партийная там справедливость яблоко ЛДПР а у нас есть идея своя идея Москва Третий Рим симфония церкви государства за веру царя и отечества Господь допомогает нам это понимать иначе без царя в голове уже 100-летняя эпитемия привела к огромным потерям мы сейчас должны полмиллиарда быть Русь святая однако мы не смогли подняться нас смогли обмануть и создать синархию управления и пытаются сейчас в объятиях экуминизма трансгуманизма перехватить управление чтобы о Руси святой вообще не было предоставляют нам лжемощи великомученика царя Николая другие тоже музеи всякие толерантности это все ложь и обман они хотят убрать нас вырвать из нас стержень нарушить наш хребет сделать нас парализованными чтобы ни о какой миссионерской деятельности а если и была миссионерская деятельность то это была бутафория а не настоящая деятельность преображения человеческой души мнимая реальная миссионерская деятельность она предполагает реальное богоустановленное управление церковью и государством по принципу симфонии единения отца и сына мужа и жены вот она настоящая семья как описано в притчах экклезиасте псалмопевца Давидом Господь додарует и нам возрождать симфонию церкви государства тогда и миссионерская катетическая деятельность она в любых условиях будет но в условиях синергии как учит святитель Иоанн Шанхайский вот Иоанн Снычев также особенно Иоанн Снычев его труды самодержавия духа почитайте он как раз и обличает все эти геополитические масонские идеи мирового правительства которые пытаются нам сейчас навязать и считают что это очень хорошая идея мы с этими концептуальными системами управления никуда не уедем как на разбитой машине сразу же застрянем а лучше сказать в кувет упадем поэтому Господь додарует нам возрождать наши принципы симфонии церкви государства и тогда и миссионерская деятельность ну конечно и миссионерскую деятельность она способствует симфонии но и возрождение симфонии также будет способствовать и миссионерской деятельности аминь с Богом до следующего занятия здравствуйте я Ирия Анатолий Слабочиков на сайте храма святителя Николая Тюдерфор сего плюсы приглашаю вас на молитву соглашения которая проходит в нашем храме мы читаем Акафис Николая Чудотворца Николая Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним Ко Господу Иисусу до встречи на молитве всего доброго КОНЕЦ